Гибкий путь. Проходили сегодня более 70 спортсменов. Именно так с японского переводится дзюдо, так любимое россиянами восточное единоборство. В этом году в рамках чемпионата области по дзюдо проходит первый открытый турнир на Кубок Губернатора. Участники – спортсмены разного уровня из Иваново и соседних регионов. Дзюдо у нас в стране становится все более популярным. Подтверждением тому служат результаты сборной команды России на последней Олимпиаде в Лондоне. И Ивановская область в этом плане не исключение. На татами выходят спортсмены старше 18 лет. Считается, что их бои наиболее зрелищные. Схватка длится 5 минут чистого времени. Судья может сделать перерыв, чтобы спортсмен, например, поправил кимоно. Важно, чтобы бой был красивым. Высший бал, его в дзюдо называют ипон, ставят, если боец без остановки выполнил бросок через спину. У нас очень много вузов в Иваново. И приезжают учиться к нам ребята из разных регионов. Из юга России, из Сибири. Бывают очень яркие представители дзюдоистского сообщества. И на этом фоне формируется своя техника даже, можно сказать. Соревнования проходят в 8 весовых категориях. В одной схватке могут встретиться обладатели поясов разного цвета, то есть мастера разного уровня. И этот бой будет считаться равным. Дзюдоисты замечают. Татами как скользкий лед. Кто победит, решится за доли секунды. Это японское единоборство учит философскому подходу к жизни. Иметь физическую форму, это еще не означает стать победителем. Потому что, как говорил основатель дзюдо, Дзюгора Кана, дзюдо в первую очередь это философия повседневной жизни. То есть иметь физическую силу не значит быть сильным. В дзюдо важна скорость, координация, точный расчет. Заниматься этим видом спорта должны стратегии. Гибкие не только телом, но и духом. Дзюдо это вообще один из самых техничных и разнообразных видов спорта. Кто включает в себя разнообразные подсечки, передние подножки, задние подхваты, спины. Спорт очень нравится. Нельзя он включен в Олимпиаду. Организаторы уверены, традиция проводить Кубок губернатора под дзюдо укрепится. Ведь это спорт хватких и расчетливых. Любимый спорт президента страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова